Знакомство с петербургскими специалистами началось с пресс-конференции. Гости рассказали, чем будут наполнены три дня общения. Впереди у школьников и педагогов серия лекций и мастер-классов. Они посвящены истории и культуре 17-19 веков. Образовательно-выставочная программа реализована благодаря поддержке компаний «Новотек» и «Артикгаз». Мы всегда радуем за возможность как-то просветить наших новорингойских не только школьников, но и педагогов. Я думаю, что им это будет очень интересно. И мы хотели посмотреть отклик, как люди воспримут этот проект, чтобы дальше искать что-то интересное, привозить сюда что-то интересное и, в общем-то, просвещаться тоже вместе с ними. История человечества – это история искусства, считают представители Русского музея. Все важные события, начиная с великих сражений и заканчивая научными открытиями, находят яркое отображение не только в документах, но и в скульптуре, архитектуре и картинах. Учащимся художественной школы предложено создать изображение по мотивам печного изразца Петровского времени с применением современных технологий и материалов. То есть они познакомятся немножко с историей изготовления изразца, с темой символики и эмблематы и на основании вот этих знаний создадут собственное изображение. Оригинальный изразец изготавливается сложно технологически, и в данных условиях это сделать практически невозможно. Поэтому юные художники создадут имитацию. На обыкновенной керамической плитке специальными красками они нарисуют изображение. Но для начала нужна идея и набросок. Я сейчас пытаюсь придумать на основе пословицы, которые переведены с древнерусского языка, какой-то мотив, но и также мне помогают картинки уже готовые, которые нам раздали. Сначала нарисую окружение, а потом уже буду думать, что можно будет сделать еще. Но какая-то уже концепция в голове есть, нужно только подумать, как ее сделать. Это иллюстрация будет зайцем, и она основана на мотиве бега несмел. И я это думаю означает трусость, может быть. И поэтому я изображаю зайца, который бежит. По окончанию учебы все участники получат сертификаты образовательной программы Государственного русского музея и методические материалы. А самое главное, педагоги смогут передавать новые знания своим ученикам. Евгения Дмитриева, Николай Александров, информационное агентство «Импульс Севера». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!